Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Карта Оверпасс. Противостояние СК против Опти Гейминг. Напоминаю, что СК Гейминг обыграли только что просто в пух и прах команду Оптик. Разбили все ее ожидания, начинания и ничего у Оптиков не получилось. На трейне счет был 16-1, но сейчас Оптики попробуют, попробуют ответить. Правда, Фелпс и Ферр моментально забирают Тарика, Миксвелла и Раша. Вот это быстрый выход на точку Б. Правда, здесь малых. Наф делает, однако, один килл, но не более того. Хейзот поджимал спину. 1-4. Да, мы взлетели просто СК на ноге, ничего не боясь, ни ЮСПов, ни абсолютно опасных в дальних позициях от Оптика. Потому что их не было, потому что ЮСК в упоре всех расстреляли. Наф пытался как-то повоевать еще на Б-Плантун. Его тоже задавили после первого же фрага. И 1-0. СК начинает очень неплохо. Форсбай, естественно, команда Оптик Гейминг. 5-7 от Нафа. Остальные тоже обзавелись сильными пистолетами. Ну и команда Оптик Гейминг. Как бы их сразу же, с самого начала БСК не сломали. В плане духа, чтобы Оптики сразу же расклеились. Я думаю, их уже не сломаешь после 16.1. Они уже сломаны. Скорее всего, да. Фелф делает 2 минуса. Тако подошел ему хелпать. Фелф при этом проходит через монстра на точку Б. Тако замечает Нафа. Моментальный хилл. Тарик немножко просел. 80 хп. Правда, ты на него выходит террорист, но и не справляется. Все-таки Тарик. Тарик ужасно отыграл карту Детрейн. Он был, по-моему, аутсайдером в команде Оптик Гейминг. Там то ли 2 на 14, то ли 2 на 15. В общем. И пока что делает какие-то минусы. 1 хилл первый для Тарика. Собственно, 1 минус пока от Нафа и 1 от Тарика. Ну, 2 раунда. Подушки у нас на кармане у команды Оптик. Против них СК с ОМПХами и УЗИХами. Ну и, по-моему, это еще один раунд для бразильцев. Ну и что же, Оптики. Будем ждать, что покажут на девайсном раунде. Это очень важнее, чем пока пистолеты. Ничего удивительного, что СК Гейминг их разваливают. Ну и под Б. У нас уже проходит Ферр. Говорит, парни, тут никого нету. Можем зайти, поставить бомбу, выиграть раунд. Но СК Гейминг пока не торопятся. Стоят на центре и, по-моему, они уже играют не сколько на раунды, сколько на стрельбу и сколько делают фраги. Так, замечательный. УЗИР одного в коннекторе. Сразу же прячется за стеночкой. Понимает, что двухторонного будут валить. Ну и Тарик пока не палит с этой позиции, но это уже не важно, потому что команда СК Гейминг уже всех убили. Тарик последний, СК Гейминг 3-0. Ну и вот теперь, как сыграют СК? Вот они оставили себе форсбай, которые UMP брали или нет? Или все-таки они закупятся? Скорее всего оставят, потому что они очень уверены в себе. Они доминировали на трейне, продолжают доминировать на оверпассе. И просто вообще не беспокоятся о том, что у них у МПХи. Они понимают, что и с УМПХами можно взять раунд. А если не возьмем, ну окей, что страшного. Один возьмут оптики. Но один они взяли на трейне, что им помогло. В итоге, как бы без шансов. Така погибает от Миксела. Неплохо сумел снайпер команды оптик гейминг реализовать свою винтовку и позицию. И теперь СК в меньшемстве. Но, кстати, можно сбегать на точку Б за АВИКом. И не за АВИКом, точнее, а за Калашом. Потому что Колдира и Фоллина стали с УМПХами. И, собственно, так и делают СК. Они перегруппироваются, пойдут под Б. А Б плент решили поджать. У нас парни из команды оптик гейминг. Заметили двоих. Перестрелочка. Погибает один. Колдира наказывает второго. Остается последний раш в этой позиции. Раш погибает. Но вот непонятно, зачем было жать. Потому что снайпер делал килл. И, естественно, террористы, которые, возможно, появятся в этой области, они будут смотреть. Ну, если честно, не самый лучший размен. Потому что 2 в 3 Кулзира и Фелпс могут затащить. Правда, Кулзира, я не знаю, почему не подобрал Калаш. Вот он, Калаш. Кулзира взял его. И 45 секунд до конца. Тем временем Фелпс действует через двери. Но я так думаю, на Б плент будет заходить СК. Ну, там Раш сделал 2 минуса. Какой-то поджим был реализован. Но и в большинстве оказались оптики. То есть, по итогу, все-таки, оптики оказались плюсе. Даже после вот этого опен-фрага. И Кулзира с Фелпсом думают, что же им делать. Потому что 3 секунды до конца раунда. Фелпс будет раскидывать молотов. То же самое будет делать, скорее всего, Кулзира. Пошла раскидка. Еще один смачок от Кулзира. И будет врыв. За столбом стоит Нав. Будет принимать сразу же двоих. Замечает Кулзира. Фелпс. Фелпс. Фелпс по Миксу. Тут же начинается война Тарик. Прикрывает свой тиммейт. Остается последним. Игрок команды СК. И Кулзира падает. Я вот не видел, что там произошло. Что-то. Даже Миксу написал. Воу. Да, за такое дают бан от патруля. Нам они мои гиги просто. Стоит снайпер, смотрит. Он понимает, что сейчас выходит Тер. А тут такая ситуация была, что выходит Калаш. И стреляет так, как будто у него АВП. Снайпер даже не успел нажать на Крок. И, соответственно, моментально Миксу погиб. Это было очень быстро и очень эффективное решение от Фелпса. Да, по-моему, да. Да, Фелпс. Ну что ж. Теперь у нас Калаши и АВП у команды СК. Гейминг. Счет все-таки 3-1. Но если буквально один раунд отдают оптики. Тогда снова проседания. И СК гейминг будут укрепляться по счету. Ну что, теперь Лонг играет. У нас СК гейминг. Попробовали под Б. Попробовали под центром. Теперь топают на Лонг. Миксу играет на центре с АВиком. Если что, он сразу притянется в точку. Уже Нав перемещается на А. И команда СК сейчас начинает свои поползновения уже в сторону коннектора. Там уже прошел Фелпс. Дает информацию, что там никого нет. Откидывает предупреждающие молотов, чтобы кого-то выкурить. Но и СК уже заняли половину карты. К оптике вообще никуда не лезут. Самый близкий к противнику это Тарик. Но и тут начинаются стрейфовые войны. И тут и другой игрок команды оптика СК. Тут друг с другом. Кто кого перестрейфует. В итоге информация была собрана. И бразильцам нужно действовать. 43 секунды до конца раунда. Проблема в том, что... Проблема оптик гейминг в том, что они подпускают СК все ближе и ближе. И СК проходит без каких-либо киллов. Без смертей с их стороны. Правда Миксвелл возможно сделает минус. Миксвелл ошибается. Он попал снова в плечик или в ножку своему оппоненту. Но Калдзира выживает. Выход на точку А. Полный провал. Очередной провал от команды оптик. Это банально. Банально то, что мы часто видим на оверпассе. То, что я часто критикую. Оверпасс практически нельзя выиграть в закрытую. Стоя на точке А. Без каких-либо киллов. Без какой-либо подготовительной работы. А здесь же ни смаков на банане от игроков защиты. Никаких-либо флешек. То есть просто уйти. Ну возможно. Но даже если Миксвелл бы попадал. Он все равно бы умирал на размене. И все равно бы те игроки защиты, которые выходили с хелпы. Они бы подставлялись. И точно так же погибали. Поэтому оверпасс нужно, естественно, играть пластично. Нужно пытаться где-то делать киллы. Там какой-то туннель поджать. Опять же, там инфу собрать. Или А принимать в 4 ствола. Но не втроем, не втроем закрыт. Потому что слишком здесь маленькая площадь на пленте. И игроки защиты не могут сдержать. Особенно против хорошей атаки, когда атака закидывает в ответочку. Смоки, коктейли Молотова, флешки. Ну и, естественно, круто стреляет из АК-47. Ну вот самое приятное для Фоллина сейчас то, что он не делает фраги. Это в том, что команда все делает. Фоллину просто не нужно включаться. Все делают за него ребята. И 4-1 счет. Все хорошо. Оптики сейчас играют на плохом закупе. А, кстати, Фоллин, извини, перебью. На этом турнире, да и вообще на последних чемпионатах, стал снова набирать форму. То есть команда сейчас играет без Фоллина. А мы-то знаем, что Фоллин тоже сейчас может включаться и делать очень хорошую работу. Поэтому... Ну, СК гейминг смотрится очень сильно. Сейчас пока что на стадии полуфинала. И, ну, наверное, самый главный фаворит. Нав делает хилл. Так и погиб. Размен от Фелпса. И ситуация 4-4. Ну, теперь команда СК, скорее всего, пойдет на аплэм. Потому что под Б поджали зиг. Сделали минус. Соответственно, если Нав поджимал, значит, он там точно не один. Ну и в двоих на Б выходить легче. Или все-таки выходить двоих на ап. Конечно же на А, потому что больше, более открытое пространство. Очень быстро находишь оппонентов. И уже задавили. Тарика не успел он отойти на дальней позиции. Раш перемещается с бэплента. Будет пытаться хилпануть. Но и тут уже Молотов прилетает к нему на позицию. Туда же летит смачок. Правда, перекину немножко СК. Но у нее суть уже. Начинает ставиться бомба. Или нет. Нет, пока не ставится. Еще ползет только с ней Коудзира. Ну и что? Будет сейв от команды OptiGaming. Да, уже Нав пошел на дискотеку. Слушает музыку. Хейзет поджимает лонг, чтобы выбить девайс. Приятнее, нежели UMP. Но а раш просто ждет какого-то выпрыгивающего игрока с девятки. В общем, это 5-1. Продолжается трейн. 0-4 Хейзет. 1-6. Миксвелл. Но и остальные тоже недалеко ушли. 2-2-3. По фрагам. И команда OptiGaming, по-моему, действительно уже сломалась. Ну, не знаю. Честно. С одной стороны, с тобой соглашусь. С другой стороны, как бы вторая карта. Счет 5-1. Можно себя как бы успокаивать, да. Даже не то, чтобы успокаивать. Неправильное слово. В общем, оптики могут смириться, да, с поражением. И просто доигрывать. Но с другой стороны, всегда нужно понимать, что ты на чемпионате. Ты в Австралии. Ты приехал, опять же, на другой континент. Да, и ты летишь. Но нужно как-то находить себе силы, собраться, несмотря на то, что СК играет очень классно. Но тоже показать можно уровень. Как бы так проигрывать, ну, это просто неуважение даже не к болельщикам, а вот просто к самим себе. А вы же считаете себя опытными, хорошими игроками. И, в принципе, оно так и есть. Мы же не первый день видим этих ребят. Нав, Араша, Тарика, Хейзеда, Миксвелла. Они все тоже умеют играть. Пускай не так хорошо, как СК гейминг. Но 10 раундов взять они могут. Могут у любой команды в мире. Но пока что абсолютно не могут показать того уровня игры, который мы от них ждем. Ферр забирает нас точку Б. Нав ловит флешку. На Б-планете никого у нас нет. Нав будет ли делать киллы? Нав стреляется, забирает ПЛС. Идет дальше. Коктейль Молотова начинает гореть. По-моему, у нас Тарик. Тарик сгорает. Нав пытается дальше Сака сыграть. Ловит еще одного. Вот кто включает. Это Нав. Еще один хэдшот можно было повесить. Но нет. Сэр ловит Раша. И Нав все-таки погибает. Миксвелл, один с ВП. Бомба стоит. Но это шестой для СК. Ну, ты говоришь про то, что надо собраться. Давайте вспомним СК гейминг. MLG Коламбус. И как они играли против Ликвидов. Если бы они не собирались, они бы проиграли обе карты. Они там проигрывали 15-7, 15-6 на обоих картах. И в итоге они их выиграли. Почему не могут так же делать СК? Ну, возможно, не хватает как раз-таки какой-то морали. Именно опытной морали. То есть, чем больше ты играешь в турнирах, чем больше у тебя вот таких средствовых ситуаций, тем больше у тебя идет такой вот иммунитет к подобным вещам. И как раз-таки оптикам сейчас нужно этот иммунитет получать постепенно. И, наверное, вот этот один из турниров, когда даже если ты проигрываешь, у тебя все равно есть шанс как-то закомбечь. Тебя от этого никто не убьет. Тебя от этого не будут бить. Ты проиграл от атак. Ты, ну, как бы только для своих болельщиков играешь, для своих фанатов. Ну да, и можно в любом случае сбросить этот груз ответственности. Потому что и так игра не идет, и так все плохо. Поэтому, если оптики до сих пор о чем-то переживают, то переживать не стоит. Хотя я не думаю, что они уже как-то там переживают. Самые большие нервы, вот опять же вспоминаю себя часто, они в пистолетном раунде. Но когда ты уже начинаешь играть, и неважно, выигрываешь, проигрываешь, все равно как бы... Я уже втянулся. Да, втянулся, ты начинаешь просто делать то, что ты отрабатывал на тренировках. И как бы это уже другой вопрос. Получается ли правильно вы тактики, правильные ли тактики вы выбираете, да, ваш координатор правильно расставляет по точкам команду. Ну, смотрим. Смотрим. В принципе, могли бы уже паузу поставить оптики, пообщаться, потому что счет 6-1. Мы помним аналогичную ситуацию с карты Детрейн. Примерно в это же время они уже общались. Ох ты, коктейль Молотова, какой хороший за контейнер. Миксвелл уходит ближе к банку. Уйти в банк не может, потому что там тоже огонь. Зашли у нас СКшники на машину. Калзира ловит Миксвелл. А тем временем Хейзет решил перегруппироваться с Б-плэнта. Перетягивается на коннектор и идет на банан. Тако, тако, где-то тако. Добрый день. Тако зашел спину. Тако просто зашел через Б. А там был Хейзет, чтобы понимали. Разминулись там как-то эти ребята. В итоге Хейзет пошел у нас через банан на длину. И попытается затащить. Но у него первый армор. У него нет диффузов, нет смока. Это, по-моему, без шансов. Оп, Фолан проверил. Фолан, наверное, погибнет. Нет, Фолан не стал погибать. Завет просто тиммейтов. Но и тиммейты разобрались. Седьмой раунд для команды СК Гейминг. Проще и некуда. Хотя его топтики вроде как защищались. Но вот Миксвелл, он не понимал. После того, как кинули Молотов. Что ему делать? Отходят назад там Молотов. Спереди Молотов. Противник давит. Что делать? С авиком стоишь. Один выстрел тебя разменяет. В итоге команда СК Гейминг, опять-таки, при ситуации 3 в 3 сыграли очень круто. Так, действительно, каким-то образом. Но, возможно, зашел через монстра. А Хейз пропустил шорт. И вот тем самым как раз-таки пропустили мимо себя оптик этого игрока. Который, по идее, возможно, решал раунд. Потому что там выходил как раз-таки игрок на битейк. И, может быть, там кого-то и поймал еще. В итоге пистолет у команды Оптик Гейминг. 5-7 и диклы по 250. СК полное амбулирование. И теперь оптикам нужно будет как-то с этим справляться. Миксвелл нужно отойти. ФР уже находит Хейзеда. На центре опять у нас война в пользу команды СК Гейминг. Ну и по одному оптики разваливаются. Ну что ж, это 8-1. Первая половина из СК точно заезжает. А вот с каким счетом, узнаем совсем скоро. Так, а СК-47 выходит на шифте на точку B через монстра. Тем временем, НАФ пытается реализовать 5-7. Попадает по Фелпсу, Сталб живет. Ну и так заходит в спину, делает минус. Восьмой для СК. Остается 6 раундов первой половине. Знаете, сейчас для меня, наверное, самым главным... Главным таким немаловажным фактом становится то, что оптики не берут тайм-аут. Вот это говорит о том, что, наверное, команда сломалась. То есть уже полностью... А знаешь, есть такой вариант? Есть такой вариант, что Хейз говорит, ребят, давайте нужно поговорить, давайте паузу. Нет, не надо, все забей. Да, 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 да. И, соответственно, Лебедь, Рак и Щука такая начинается. В этот момент НАФ погибает за бочками. Выход на Бэплэнд. Миксел реализовал АВП. Фелпс погибает. Фелпс делает... ТАКО делает килл. Миксел умер. ТАКО откидывает гранатки. Тем временем, прожал у нас тупики Раш. И тут Колдзиро готов принимать в Твери. Колдзиро будет жить. Ну, Колдзиро тут без фрага никак не уйдет, мне кажется. Раш чекает лево-право. Колдзиро забирает оппонента. Тарик выходит стреляться. Колдзиро жмет. Минус Тарик. Ну и Хейз снова один против троих. И, по-моему, уже уходит на сейв. Скорее всего, так и есть. Это, ну, очень часто случается в любых коллективах. Опять же, среди наших зрителей наверняка есть какие-то начинающие команды, когда вы, знаете, вот летите, проигрываете, кто-то хочет что-то сказать, там, дельное. Пускай даже не брать тайм-аут, да, потому что там, ну, на аматорских уровнях тайм-аутов, возможно, нет. Но... Другая часть команды говорит, Ай, не надо, я все знаю, там, в общем, сейчас просто надо попадать по стрельбе, там, и так далее. И вот такой вот раздор, он, конечно же, вносит тоже свои коррективы. Оптики, напоминаю, пока что взяли в Best of 3 серии против SK Gaming 2 раунда, друзья. Один на трейне, и вот один на карте оверпасса. Ну вот, такое всегда должно быть, точнее, такое всегда будет, то, что вы где-то проигрываете, и это самое сложное, и это нужно команде, потому что, как вы только начинаете проигрывать, как только вы понимаете, что такое проигрыш, и когда у вас начинается горение, вот тут уже самое время собраться, если у вашей команды получается собраться, как раз-таки, после какой-то вот подобной серии, значит, у вас реально есть какие-то плюсы, огромные, в плане того, что вы можете это сделать. И это, как раз-таки, отделяет хорошую команду от плохой. Посмотрим оптики, если проиграет этот турнир, то я думаю, что у них будет какой-то небольшой фидбэк между собой, и они должны будут обсудить все-таки данные действия. А теперь им поджим неплохой центра, от оптик уже, мне кажется, от безнадёги они начинают подобные вещи делать, и это получается. Сейчас должен Тарик поймать спину, нет, не поймает он спину Фелпса, тот уже убежал на Б, а там уже и человек есть под никнеймом Тако, который проверил абсолютно всё, и Смачок полетел в девятку, и, в общем, всё, команды СК Гейминг, хорошо, 3 в 3, я думаю, что оптиков тут уже всё предрешено. Отличные гранаты, Смок на балкон, бомба ставится, тем временем забирает Фер Тарика, ну и Хейзет с Нафом пойдут, ли птифузы есть у Хейзета, и, в принципе, есть наверняка инфа, что Фелпс красный, но Хейзет, по-моему, уходит на сейв, или на балкон, тут Смок, оп, ну, сейчас точно будет сейв, Хейзет получает ещё и хедшот, просто через Смок, это десятый для команды СК Гейминг, и 4 раунда останется, хороший бай будет в любом случае у команды СК Гейминг. У Фоллана, кстати, статистика 1-1-3, всё так же не может Фоллан пока что убивать, но при этом команда всё равно лидирует, то есть хорошо играют тиммейты, Фоллан хорошо координирует, это капитан команды СК Гейминг, я напоминаю, поэтому для него не страшно, я думаю. Ну что, Нафа останется с дробовичком, когда у тебя есть деньги, но опять же, видите, Нафа остается с дробовиком, хотя есть МК. Может, не летит с МК? Ну, может быть. Хотя нет, у него с МК летело, на самом деле, он чуть ли не единственный игрок команды OptiGaming, который делает какие-то киллы, но остается с дробовиком, и сейчас вот, как обычно, назло в таких ситуациях, в итоге он погибнет с дробовиком, хотя, возможно, в других ситуациях он бы раздал. Миксел, кстати, попал только что по Фелпсу, сам немножко просел, начинает нашивать смок, и уходит. Ну, немножко активнее стала играть команда OptiGaming, но все-таки парни решили отойти. Тем временем у нас Б-Плэнд опять прорывает Така. Там у нас Хейзет играет с Эммочкой на бочках. Хейзет ловит огромное количество дэмэджа. Така уходит назад и выживает. Вот так вот, 13 хп у Фелпса, 13 хп у Хейза, да? Ну, всегда с Кайгейм сейчас просто ждут. Они как раз-таки играют не так активно, они просто стоят на центре вдвоем. Под Б, война идет вот в этот короткий промежуток, который есть между Б-Плэндом и Терриспом. Война там идет. И, кстати говоря, оптики пострадали сильнее. Там 13 хп Хейза, 25 раш, Миксел 41, Нав 15, так, раш 15. В общем, тут полный провал по хп, только один сотый тарик, и то потому, что он ни с кем еще не встречался. Даже Миксел в коннекторе с кем-то успел побивать. В итоге минус по рашу. Так, он играет первым. Так, начинает заход. Клзер забирает Нав, а в плэнд залетели с Макея. Там еще есть человек под никнеймом Хейзет, но утренц хп тут против всех особо не повоюешь. Минус по Фелпсу, но тут уже шарта должны заходить. Фолину прилетает с АВП. Там Миксел прикрывает своего тиммейта, зашла на точку. Еще пока нет, там только один так. Вот он только сейчас, он это делает, проходит уже в плэнд, с воды играет Хейзет, отходит назад оптики, думает, что это А плэнд, но нет, дорогие мои, это не А плэнд, это Б забрали Хейзета, а в итоге команда СК уже должна ставить бомбу. Но Фолин почему-то еще боится. 10 секунд до конца. Дядя Фолин, пора бы уже. 7, 5, бомбу нужно ставить. Зашел Фолин, и ошибаются у нас парни из команды СК Гейминг. В итоге оптики просто на халяву берут еще один раунд. Это третий раунд в серии Best of 3. Один на трене, два на оверпассе. СК сейчас могут быть очень злыми. Но оптики, может быть, зацепятся. Хотя верится с трудом, конечно же. Бывает всякое. Но, с другой стороны, если СК берут 11, тогда вообще подчистую разрушается экономика команды оптик гейминг. И, естественно, СК заберут 12 или 13 раундов за атаку. Но сейчас у них относительно хороший бай. Есть первая армора, есть депуза, есть много гранат. Подставляется немножко Миксфол. Пытался вычислить так. Атака уходит назад. В этот момент СК проходит через длину. И их никто, по-моему, не слышит. Хотя оттягивается Нав. Пытался оттягиваться Миксфол, но не стал. И при этом Тарик... Тарик слышал или видел кого-то? Тарик стоит на банане. В этот момент Нав приходит на помощь. Забирает фаера, и команда СК гейминг, по-моему, чуть ли не впервые начинает в меньшинстве. Ну, там в пикселе был просто Тарик, от того, чтобы заметить Фоллина. В итоге контролирует сейчас туалеты. Нав хелпы на пленту. Ихолдзера пытается расключать. Нава сейчас просто воюют. Ради того, чтобы отличить на себя внимание. Но коннектор пока Фелпс не собирается выходить. Боится, что его в упоре ждут. Тарик уже перетянулся с туалетов поближе к пленту. И команда оптигейминг. Будут ли они хелпывать на А точку? Потому что под Б никакого нету. Хейзет на воде, на короткий. Что ж никого не замечает. Классер, а теперь минус под Тарику. Минус человек на А. Уже пошла перетяжка от Раша. Молотов лонг. Команда СК пока не торопится. Но вот как бы им опять не получилось так, как в прошлом раунде. Что они его просто не успели разыграть до конца. Ну опять все в смоках. Раш на хелпе вместе с нафом. Видя только длину, ловят флешку. Начинают заходить. У нас ребята из команды СК Гейминг. Оцеливают Фелпса. Немножко несинхронно СК действует. За машинкой, правда, уже у нас так. Атака заходит. Но его забирает игрок защиты. Через банан. Хелпает Хейзет. Все неплохо получилось. И оптики берут третий раунд. Отлично. Но экономика, конечно, у СК Гейминга очень серьезная. Там 15 тысяч у одного из ребят. Поэтому в любом случае хватит уже напоследок. Но и с другой стороны оптики. Сейчас бай. И в следующем раунде тоже будет, ну, относительно хороший бай. Даже несмотря на то, что СК могут взять раунд. Там по 2-2,5. Поэтому на ОМПХе Фамаса хватит. И плюс, естественно, кто-то может засейвить оптик гейминг, если что-то в этом раунде пойдет не так. Но неужели оптики вот только сейчас проснулись и только сейчас смогут показать какую-то игру? Оп, Тарик, врыв, минус фаер, минус колдзира. Погибает, правда, у нас Тарик. Не смог выжить. Но преимущество 4 в 3. Да, как неожиданно. Так включились оптики. Решили, что пора. Там трейн. А, давайте отдадим по-быстрому, чтобы коэффициентчик-то по нас был побольше. Потом еще начнем проедать на верпассе. А вот когда будет уже счет совсем плохой, давайте начнем играть нормально. В итоге команда оптики геймингер 4-й раунд. В последний падает от рук Миксвелла. И команда оптиков, возможно, возьмет 5-й. Экономику команды СК позволяет закупиться, поэтому тут будет равный бой. Но вот эти поджимы центра для оптиков работают уже раз второй или третий за этот матч. И в итоге оптикам даже можно прогнозировать какой-то камбэк. Ну, все зависит от пистолетки. Пистолетку возьмут, тогда действительно может быть все. Но мне кажется, СК очень уверены в себе. С другой стороны, это может быть уже самоуверенность, и это может подвести. Но не в случае, наверное, с СК геймингом. Те ребята очень опытные. Тарик снова один килл, практически 2 килла, потому что очень красным остается Фелпс. 12 кп. На столы. Выходит нас к Миксвеллу в гости один из террористов, но Миксвелл промахивается. Миксвелл вычисляет тоннели. Никого не видит и уходит на зигзаг. Ну что, это 4 в 4. СК гейминг решили сыграть очень-очень осторожно. Стоят до сих пор на фонтане. Да, ну и что же. Оптики. Вот опять закрылись. Вот опять закрылись оптики. Сделали минус, потеряли одного и такие, ну все-все-все, мы отошли, мы отошли, мы стоим, мы ждем вас. Сами делайте, что хотите. Ну и команда СК делает, что хотят. Действительно, они уже запустили игроканал, он Кулдзера ждет под джима. И это все время. Для команды СК гейминг это все время. Оптики уже один раз выиграли на таком моменте, то что они просто дождались, пока закончится тайминг. Ну и команда СК, я думаю, это понимает и сейчас начинает продвижение в сторону Аплента. Хейз этот ловит уже вторым молотов, но пока о нем информации никакой нету. Флешку себе накидывает, но сам от нее уже слепнет. Интересный момент. Ну и пошла перетяжка. От СК гейминг. Тако вместе с АВП Фолленом выходит через двери. Чекают близкие позиции, пока никого не видят. Оптики слышат, как отрелилась дверь, поэтому начинается раскидка пятки молотовых. Фоллен пытается в фунту кого-то найти. Никого не замечает. Ну и что же дальше? Хейз этот желает... Это фейк. Это фейк, потому что СК, фокусировав внимание на Б пленте, заставили Хейзеда в итоге рисковать. Хейзед погибает от красного Фелса и Миксел остается пока что один за КамАЗом на точке А. Бомба падает. Идут все игроки защиты. Распрыжка атака. Моментально забирают снайпера. Врыв от Раша. Стараются довольно быстро сыграть у нас ребята из команды Опти Гейминг, но СК гейминг все эти врывы пресекает. Последний раунд достается в копилку команде СК гейминг. Счет 11-4. Бразильцы доминируют, продолжаются и готовы сразу же Оптики и одни, и вторые. И у нас, как обычно, будет пауза трехминутная, друзья. На основном стриме у нас никакой паузы нет. Мы продолжаем. Ну и вот ты на прошлой карте затронул матч Фейз Астралис. Наверное, стоит о нем еще немножко поговорить, потому что ну тут действительно пока говорить не о чем. Оптик Гейминг просто летят и ничего делать не могут. Ну и, соответственно, я закончил свою мысль на том, что Астралисы команда стабильнее. Пока что Фейз еще ну не команда. Очень жесткие индивидуалисты. Довольно часто командная линия как бы просматривается, но все равно многое зависит от ника. У Астралис такого нет. Там каждый игрок отвечает за свой участок и выигрывают вместе, проигрывают вместе. Но, опять же, намного опытнее команда, нежели Фейз. Этому составу Астралис тоже уже не первый день. У Фейз же классные парни. Очень жестко играет, стреляют и побеждают на последних чемпионатах. Но вот включится ли сегодня ника вопрос? Конечно, чаще включается, но все может быть. но вчера мы смотрели позже, господи, не вчера, в прошлый раз, когда мы смотрели матч Фейз, ника не особо включался, но команда выиграла матч, потому что там были различные мувы от других игроков. А с кем играли? Встречался и так далее. Не с Астралийс, с кем же они играли? Каджум был, Мэджикс Бой был, господи, Норса играли. Ну, видишь, Норсы, опять же, на этом чемпионате проиграли австралийцам в итоге. И не факт, что скажем так, Норсы та команда, по которой можно судить об уровне игры команды Фейз. У всех бывают плохие дни, у всех бывают плохие моменты, можно на это списать. Почему Норс так сыграет давно? Неожиданно, чтобы вот так вот слить на нюке, вот, было неожиданно для меня. Ну что, будет у нас пистолетный раунд или нет? Мне кажется, с каждым хотят быстрее закончить и пойти отдыхать. Будет, в любом случае. Обещаешь? Будет. Завтра, кстати, напоминаю, друзья, у нас финал по системе Best of 5. Best of 5 и, скорее всего, это будет СК против победителя Faze Astralis. В то же время, 8 утра по Москве, Киеву, Минску, поэтому приходите в любом случае завтра. Я думаю, не зря вы будете просыпаться, если кто проснулся ради оптик СК. Тут действительно смотреть не на что. СК Гейминг разминается, скажем так. Разминается, но при этом заодно выигрывают оптика в полуфинале Intel Extreme Masters в Сидне. Кстати, призовой фонд этого чемпионата 200 тысяч долларов. За первое место чемпион получает 100 тысяч. Но я, опять же, думаю, что, например, для СК это меньше денежный вопрос, больше титулы, потому что давненько эти парни не выигрывали. Если не считать саммит, ух ты, быстрый выход. Тоже на Бэр решили выйти оптик и пока что развалили Фоллина. Така пытается повесить хэдшот в ответ, но не получается. Фэлс приходит на помощь, минус Миксфелл. Колдзира на халпе остается. Колдзира пытается кого-то увидеть, но никто не подставляется, никого Колдзира не видит. Тем временем в спину заходит нас Фэр, но я жду фрагов от Колдзира, потому что пока этот парень жив, он может, отсюда постарается кого-то цилить. Тарик, выпад на Фэра, Колдзира разбирает одного и всего лишь одного. Отличная работа от оптиков, парни справились с пистолеткой. Может быть, что-то получится? Да, неожиданно, там очень красивый момент был от Фоллина, мог быть красивый, потому что вылетала флешка, он открывается на четверых и просто все в ряд. Вот какой бы спрей-нибудь был и там будет куча фрагов, но в итоге Фоллина срубили очень быстро и команда оптик начинает со взятого пистолетного раунда. Им очень нужно был этот раунд, они его взяли и теперь еще есть шансы у команды оптигейм, есть попытка камбэка, ну и быстрый вверх опять-таки на плент Б. Посмотрим, что из этого получится. Так, оплачивает первым патроном в голову с Калашаем, в пленту также падает Ферр, ну и Ферр Фелпс, Кулзира, также с Дэшкин за плентом воюет очень удачно, Фоллинг с феррм остается вдвоем, но суть в том, что Хейзет красный, Миксл по ХП потерял, да, есть девайс у команды СК, но тут Ферр через смок забирает Хейзета, вот это интересно, Нав получает свой выстрел, в итоге Ферр остается один против двоих, играет через монстр и команда СК Гейминг сейчас зависит от одного игрока, ну и будет ли пикать сейчас Нав? Выходит нас Ферр, ну опять же, выползает, выползать, наверное, здесь не стоило, нужно было довольно быстро двигаться, но и погибает бразилец. Еще один раунд для оптик, оптик решили сыграть за атаку вот уверенно, агрессивно, так нужно было действовать на трейне, как я считаю, и, собственно, как оптики не делали, оптики буквально один раунд на трейне взяли за счет такой вот какой-то серьезной агрессии через верхний сэмидл и разобрали абсолютно всех СКшников, но потом стали ползать снова и в итоге ничего не получалось. Тут же стали рашить в пистолетках, во втором, да и сейчас, смотрите, тоже довольно быстро действует у нас, ребята, из команды Офигейминг, Нав просто взлетает с Узихой, разваливает лица, это 11-7, СК гейминг против оптик, ну и начинаются байраунды. Как обычно, СК гейминг по-хорошему нужно взять два подряд, а если не возьмут два подряд, тогда оптики продолжат свой камбэк. Да, интересный момент, и Нав, кстати говоря, оставляет себе Узишку, Узишку, когда у тебя 6900 играешь против СК на девайсном раунде. Парень, ты камбэчишь, какая Узишка, Тарик, какой UMP, я не знаю, может быть они... Полностью с тобой согласен, это абсолютно неверное решение, особенно в этой ситуации, когда ты, ну, есть слово, по СО первую карту, по СО первую половину, а потом, а потом, ну, в таком, в таком важном раунде, да, оставляешь Узишку, и Пашку, даже если они возьмут, даже если не возьмут этот раунд, это все равно, ну, неправильно. Колдира стоит с эмочкой в малых, чекает зигзаг, тем временем, Така на монстре, смотрит выход на тебя, ну и Фер собирает инфу, тем временем, Хейзет собирает Така, Колдира в ответ, раскидка гранат, Колдира уходит на хелпу, Колдира замечает одного, замечает второго, Тарик очень сильно просел, но при этом, пока что противостояние продолжается, правда, Колдира ловит все-таки нафа, Тарик красный, бомба ставится, но и в спину будет заходить нас Фер, Фер тут, кстати, нужно играть очень-очень аккуратно, Фер стоит, так и делает, ждет своего момента, Колдира наказывает Миксвелла, Фер, Фер все так же боится, выходит, чекает зигзаг, оп, Раш его проверил, и Фер все-таки расконтролил, Тарик остается 1-4, но денежки есть, денежки есть, но 12-й раунд для команды СК Гейминг. Но мне кажется, именно из-за этого Оптики решили оставить себе девайсы, потому что, а вдруг там Калашников, Узишка на передовой сыграет у нас Узи, открывать будет Хейзет, как раз-таки он это и сделал, а потом UMP и Узишка будут уже взорваться в плент, но, если бы были бы Калаши, мне кажется, у команды Оптик были бы хотя бы размен, потому что было, Калашников, первый умер, это Хейзет, его забрал Коудзера, потом Коудзера забрал еще одного игрока, который был тоже с девайсом, и в итоге команда Оптик Гейминг даже не смогла нормально разыграть как раз все большинство. СК Гейминг, 12 раунд АВП от Фоллена, вот с игры Фоллен до сих пор не включился, 3 на 9. Они дальше, кстати, по-моему, решили агрессивно сыграть под точкой Б, занимаясь Зигзаг, моментально лоид Коудзера, там прыгал, Коудзер, собирал инфу, и преимущество команды Оптик Гейминг, но в этот раз сыграет все СК 47-ми, правда, ХЕшка, я так понимаю, колд откинул классно, потому что Хейз просил раш и миксу. Ну, в принципе, пока что умер не зря, вот Ферр непонятно, Ферр погиб один, на столах Фоллен делает размен, но при этом на Б пленте один Така, и он СК должен принимать две позиции, тут Б тяжело втроем иногда сдержать, а Так вообще тяжело. Спину обходит у нас Фелл, спешит на помощь Фоллен своему тиммейту, но, 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 Така погибает. Нужно было, наверное, ему агрессивно сыграть, потому что он видел тень первого игрока и, соответственно, ну, просто стоял, ждал. Фоллен пришел на точку, забирает Нафа, в два в три постарается, наверное, с Каза тащить, потому что, я напоминаю, Фелл, это обходит все это время. Вот Фоллену немножко пораньше нужно было как-то сместиться, но, видимо, он бежал, но не успевал по таймингам, и вот Фелл, и Фоллен делает свой минус все-таки, пошла Инфа по второму. Есть понимание у Фелл, где находится Раш, и Фелл тащит. Боже, какие оптики, просто вот... Не очень. Ух, у меня ухо вселяется, ухо у меня вселяется. Изгоняй. Знаешь, в чем момент, почему Миксел умер? Он стоял, смотрел Фелл, стоял, 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 смотрел. Я просто переключаюсь на Миксел, и в тот момент, когда Фелл выходил с этой позиции, Миксел убрал зум. Просто убрал зум и собирался уже уходить. В итоге, Фелл всего поймал на этом моменте. Просто чудовищный тайминг для команды OptiGaming. Это 13-й для СК, последний закуп. Команда OptiC, если не проигрывает, это 14-й, следующие 15-й, потому что у них не будет денег, я думаю, что у них зафортится, и потом 16-й рам для команды СК. Вот, вот так вот команда OptiGaming у нас сегодня играет. Ну что ж, бомба стояла. Все-таки денежки есть у команды OptiGaming за счет хороших пистолеток. 2-го, 3-го. На длине. Феллс подпушил. Погибает моментально. Ферр остается на той же позиции, будучи слепым. Ловит Раша. Не повезло у нас террористу. Еще одна гранатка. Феру теперь нужно уходить. Он падает, понимает, что дым любят шить. Ну и все-таки отходит. 4-4. Сохранились, ребята, из команды СК Gaming. Ну а OptiGaming решили сыграть помедленнее. Так, у нас тут Ферр играет в близкой позиции. Около него тут целая орава. OptiGaming. Оба два игрока выходят с коннектора. Там пока что не видят своего оппонента. Ну и хелпа есть от Фоллина. Фоллин делает минус по нафу. У Бори играет в Ферр, но ту ву находят. Минус по Хейседу. От Хейседа, пардон. Ну и команда СК Gaming. Все-таки в нищей пока что в составах поровну. Фоллин начинает искать себе минус. Кулзера ему хелпует с правой позиции туалетов. Ну и Фоллин промахивается, но должен добить Кулзера. Хейсед, к сожалению, команда OptiGaming. Они уходят на плэн Б, а не на А. Ну а там уже поджимнет Атаку. Да, и Така, кстати, или он может убить, или его могут убить. Услышал. Услышал Тако перемещение. Его не заметили. Тако жмет. Тут один был красный. В итоге Тако забирает первого и добивает красного. 14-7 в пользу команды СК Gaming. А теперь уж нет денег у оптиков. И команда СК Gaming плавно, или, наверное, не плавно, а довольно резко заканчивает этот матч. Ну, согласитесь, на самом-то деле шансы у оптиков были. Были серьезные шансы. Они ставят тактическую паузу. Как вовремя, дорогие друзья? Как вовремя? Да уж. Ну, просто они в конце, когда поняли, что вроде как шансы у них реальные есть, они начинают как-то стрелять. В них здравый смысл появляется. И удалось, я так понимаю, нормализовать ситуацию в коллективе. Но поздно. Конечно, поздно. Поздно. 14-7 и у вас нет денег. То есть, если бы 14-7 еще была экономика там на калаши, тогда может быть. Но когда у вас нет денег, это значит, нужно текать. Это значит, нужно брать первые арморы и, соответственно, выигрывать довольно такую не свою ситуацию. Ну, посмотрим. Ну, вот у них форсбай. Я не понимаю, что тут уже особо выбора-то и нету. Ты можешь отдать 15-ый и потом брать подряд много раундов, но без права на ошибку. Здесь ты можешь попробовать на форсбай взять раунд, какие-то выбить девайсы, и потом уже у тебя будет право на ошибку. В общем, решили, ребята, закупиться. Мы решили, может быть, ошибиться. Кто знает, как это получится в итоге. Ну, а там укрепление лангат. Команды СК, в то время как оптики проходят уже через центр. Распланта играет Фелпс, летит к нему флешка, он с прыжка чекает оппонента и уже начекают двоих. В итоге тут слонга сейчас будет уже хелпа от Фоллина. Фоллин понимает, что он уже подтекает, но тут есть у него позиция тиммейта, которая позволяет Фоллину находиться на лонге. Ферр в любой момент может хелпануть своему снайперу. Ну, и оптики вроде бы заняли быстро туалеты. В итоге сейчас Фелпс уже теряет очень много хп. Колдзер идет минус, Ферр также находит минус по Миксвеллу и команда оптика заходит на последний пуш оплунта. Остается у нас Раш вместе с Тариком, Тарик со скаутом, Раш падает, Тарик ласт и Тарик уже должен падать. 15-7, матч поинт для команды СК, это вообще раунд на полуфинал. Да, и снова у нас теки. Какой-то калаш, правда, у Раша появился, но там 3-700, это единственный игрок команды оптику, у которого были деньги на калаш, все остальные вернут снова в ОМПхе. Скаут от Тарика, Хейзет долго думает, что же лучше, или ОМПху, или ТЭК. На самом деле, в этой ситуации, наверное, лучше всего брать ОМП, ибо у него, скорее всего, остаются какие-то средства. Да, 400 долларов и по большому счету ОМПшка-то получше, чем ТЭК-9, наверное, будет, но Хейзет считает по-другому. Тем временем, Ферр решил сыграть агрессивно, поджимает фонтаны, слышит Тарик, а Тарик не чекает эту позицию, Ферр в итоге заходит в спину к Тарику, победителем выходит игрок команды СК Гейминг. Бомбу подбирают у нас с оптики, ну и возвращаются к фонтанам, а Ферр сделал килл, будучи красным, понимает, что нужно просто уйти и спрятаться. Ну и, соответственно, прячется за скалой на длине, и все хорошо у Фера. Ну что же, оптики потеряли одного, потеряли второго, а Фолин находит минус Парашеву, единственный игрок с калашом, ну и команда оптик Гейминг, видимо, заканчивает свое выступление на этом турнире, занимает третье, четвертое место наравне с кем-то из следующего полуфинала Фейз Астралис, а Хейз в те времена у нас на центре начинает чекать коннектор, начинает играть ближе своим тиммейтам, но... Ой, Фолин, но даже... Ну, то, как они сыграли, я бы вообще сказал, что они занимаются, если честно, на одном из последних мест, потому что так бесславно сыграть нужно еще уметь. От команды оптик Гейминг вообще не ожидал, не ожидал, что настолько плохо сыграют эти ребята. Вообще просто... 16-7, 16-1 это... Ну, не счет. Это не счет для очень хорошей команды, для той команды, какой является у нас оптик Гейминг. Мы не прощаемся, дорогие зрители. У нас следующий матч это Астралис против команды Фейс. Это очень интересная игра, поэтому не расходитесь. Правда, ну, скорее всего, она начнется раньше. Раньше запланированного срока, потому что по расписанию она должна вообще быть в 12 практически. В 12, да, сейчас в 9.30, но я думаю, что начнут пораньше. Поэтому далеко не разбегайтесь. Вот там уж должно быть интересно.